Игнатий Тихонович? А что вы заранее? Это внизу бы написали? Сейчас бы я знал. А, извините, пожалуйста. Надо сначала спросить разрешение, могу ли я принять. Игнатий Тихонович, извините, пожалуйста. Я просто не знал это самое. Обязательно, внизу надо написать, и я как отвечу. Я, бывает, занят где-то. Я буду в следующий раз писать. Я, ну, как бы, тут такие вопросы просто, это самое. Я не хотел вас беспокоить, на самом деле. Извините, что... Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Всё, говорите. Это самое... Вот хотел вас спросить. Говорят, что... Это самое, что... Все люди до Христа шли в ад. То есть в Ветхом Завете, это вот я часто слышу, что священники говорят, и монашки, монахини говорят, что все люди до Христа шли в ад в Ветхом Завете. Он нас искупил, как бы. Хотелось бы узнать, а где эти моменты такие? Есть ли они вообще в Библии? Об этом говорит Иаков. С пещерами зайду к сыну моему в преисподнюю, когда у Якова потерялся Иосиф. Сын, начиная с бытия. Об этом мы считаем в первом послании Петра. Четвертая глава, шестой стих. Петра. Петра. Первая Петра. Послание. Тут несколько мест таких написано. И в третьей главе написано, что до того мертвым было благовеству ему. Но даже в притче, это Луки, шестнадцатая глава, Христос говорит, богач, будучи в Аде, в Аде, в Луках, он увидел Лазарь. А где Лазарь находится? На лоне Авраамом. А что это такое? Какое место? Объяснение никто не знает. И первый, кто в рай попал, первый вошел. Это разбойник. Когда Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. А он, Геннадий Тихонович, а вы хотели сейчас тратить вас? Он был крещеный или нет? Нет, конечно. Крещения еще не было. Христового крещения не было. Это будет только после того, как Дух Святой сойдет в Троицу. Разбойник вошел первый в рай. Об этом ясно толкует Иоанн Златоуст. Понятно. Это самое что-то... То есть для Бога ничего нет невозможного. Он даже не крещеного человека. Это самое. Но крещеный, не крещеный, Господь его омыл кровью своей. А, ну понятно. Он говорит, ныне же будешь со мной в раю. И нам вопроса задавать уже не надо. Надо принимать как данность. Ну понятно. Еще хотел вас спросить. Здесь вот в Апокалипсисе, там насчет церквей. Вот эти вот что церкви. Что-то за церкви. Церкви не надо понимать буквально. Вот у нас, если вы зайдете на наш сайт, И там мои книги. Ну просто, смотрите, в Яндекс или в Гугл сайт библейский православный Игнатий Лапкин. Библейский православный сайт. Все понятно. Так, и там с левой стороны вы увидите, такая табличка написана, все 38 книг. Вы в нее ткнете, и там вы видите Новый Завет в трех томах. Вот в третьем томе полное толкование Апокалипсиса. Полное. На русском языке. Добавлять к этому уже ничего не надо. Это по всем святым отцам взято. Это у меня трех томник вышли книги. Вот они. Вы видели, может, какие книги? Покажи. Там Новый Завет, там красный я видел. Положи. Сейчас я покажу его. Ничего. Ну вот как раз третий том. Вам видно? Да. Я, наверное, перевернул его или так, видать? Не, я вижу, вижу, вижу. Вижу, да. Вот он так выглядит. Вот. Третий том. Понятно. И тут открываете, когда третий том, толкование откровения. Видите, мы его как издали. В нем иллюстрации. Вот 240 иллюстрации раскрасили Гюстава Дорре. Понятно. Вот. Тут откровение в третьем томе. Все. Мы понятны. Ну, извините, тогда... Семь состояний, состояние души. Это не надо понимать, что исторические церкви где-то были. Это семь состояний. Они остаются на сегодня. Это не периоды времени, как толкует неправославные сектанты. Они говорят, вот тогда была Филадельфия, а сейчас Ладики, охлаждение. Это не так. Это наше состояние. Мы с утра можем быть в одном состоянии церкви, а к вечеру в другом. То есть церковь это мы получать. Это я как бы знал. В каждом из нас семь церквей может быть. А еще, Игнатий Тихонович, хотел вас спросить. То есть Христос говорит апостолу Петру, апостолу Петру говорит, что Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата не одолеют ее. Ведь Петр это что переводится, как камень получается. Правильно? Это его исповедание. Он говорит, а вы за кого меня посчитаете? А Петр говорит, ты Христос, сын Бога живого. Вот это изречение его и есть камень. А, я понял. Не на Петре, а на исповедании его. Так понимают Боженов и Филак, все святые отцы. Не как Папа Римский, что он главный, и все должны ему подчиняться. Такого учили в церкви не было никогда. Это папизм называется. Во главе церкви Бог стоит. Да. Глава церкви Христос. Человек не может стоять. Ну, это мы считаем Колоссиным, 1 глава, 18 стих. Церковь это тело его, а Христос глава. Колоссиным, 1 глава, 18 стих. Понятно. А то я так посмотрел, этот самый, там где Ватикан, место, где Ватикан, там апостола Петра, по-моему, он там мученицкую смерть принял на том месте, и так подумал. Но все равно там что-то это самое с этим папством, не принимаю я это, не могу принимать. Нет, это называется примат папства, что папство должно быть над всеми, папа, иди, папа. Нет этого, апостолы были все равные. И где Христос никто нигде не сказал, что Петр будет главным апостолом, а остальные даже ему подчиняться. Этого нету. Это притязание на главенство у папы римских давно уже существует. Ну, это не годится. Мы можем многое принять, хорошее у них, но этого никогда не примем. Да, я тоже этого не приму никогда. Тут противоречит словам Христа. Да, противоречит. И может человек быть во главе церкви. Да. Ну, понятно. Ну, извините тогда, Игнатий Тихонович, еще раз за беспокойство. Рад бы вас видеть. Просто знайте. Сначала внизу написать. Хорошо, я... Я, если отвечу, не ответил, значит, заходить не надо. Не надо. Не извините, что... Вы нормально зашли-то, но я как раз свободен был. Просто порядок не нарушать не надо. Так что еще у вас есть? Ой, ну, что тут спросить. Вот смотрел эти самые, я эти, по этим, по шумерским этим текстам смотрел. Там тоже что-то. Ну, есть некоторое совпадение с Библией, но все равно. А что смотрели-то? По шумерским текстам. Не надо даже смотреть. Это все приплое. Не надо. Зачем они нужны нам? Нам это постигнуть, что нам Бог открыл в Святой Библии. Вот главное-то. Игнатий Тихонович, все равно истина, она, если у человека есть, она всю дождь уничтожает. Нет, а люди могут говорить, я там увидел, там что-то воскрес, там Бог Ра, Изида. И это все только заря перед восходом Солнца. Бог один. Это само собой понятно. Почему в откровении написано, не наложу тебе язву, что то, что ты не знаешь глубин сатанинских. Все это глубины сатанинские. Не надо касаться даже этого. А зачем голову забивать ерундой? Игнатий Тихонович, а вот здесь в Библии говорят, что вот, типа, вот, и вы стали такие, как мы, зная добро и зло. Да. Только вот это вот изрешение интересно. Адам узнал добро, что слушается Бога, и не добро, что не слушается. Вот больше он ничего не узнал. Он знал, что слушается это жизнь, а не слушается смерть. И Бог, говорит, предложил ему благословение, проклятие, жизнь и смерть. Пророк говорит, но дальше добраясь. Зачем вам умирать? Изберите добро. Ну, там я смотрел, Игнатий Тихонович, столько всего, это самое, столько всяких этих доказательств посещения других цивилизаций, Земли, что столько всего. Вы выбросьте из головы, я уже вам говорил об этом, даже не поминайте при мне. Мне это не надо даже слышать моим ушам. Я понял, понял. Какие цивилизации, цивилизации в прошлые времена, которые люди были, мы берем в Библию. А остальное так, было или не было, нам это и знать не надо. Нет, ну так понятно. Просто все равно, если это даже было, Господь же это все сотворил, по-любому. И другие цивилизации. И все цивилизации сметают и поселяются в Палестине. Мы видим, к чему все пришло. Понятно. Понятно. Я еще хотел спросить, а что за, вот в апокалипсисе, когда Агнец стоит, и с ним эти самые, сейчас, вот, я взглянул, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал голос неба, как шум от множества вод, и звук сильного грома, и услышал голос, как бы, гуслистов, играющих на гусях своих. Они поют, как бы, новую песню перед престолом. Там, ну там, та самая, пишется про тех, которые от земли, ну, не оскоренились с женами. Что это? Я сказал вам по откровению, говорить не будем, время тратить, потому что я вам сказал книгу, вы берете и считаете. Я понял. Это нам не хватит на 10 встреч, если все по порядку считать. Я думаю, вам сказать не могу, потому что там написано. Все, я понял. Ну, что еще? Все тогда, Игнатий Тихонович, рад был вас видеть. И вам тоже, с Богом. Всего хорошего. Извините за беспокойство. Ну, ничего, с Богом. Во славу Божию. Отключайтесь. Что-то не щекнуло. Там, посмотрите, чтобы выключить. Сейчас. Сейчас, подождите. Куда-то. Оно покажет. Так, где-то надо на трубку нажать. Ну, нажимите на нее. Вот. Вот так. Слава Богу. Владимир Кулибицкий. Ну, что ж. Слава Богу. Владимир Кулибицкий зашел. Вот такой. Слава Богу. Продолжение следует...